Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас сегодня работает комментатор Никифоров Сергей и Андрей Жилкин. Сегодня нам предстоит увидеть самые бескомпромиссно беспощадные бои по правилам ММА. Андрей, скажите, что же сегодня мы увидим? Сегодня мы с вами увидим 9 интереснейших поединков. В главном бою вечера боец из Казахстана Игорь Жирков будет встречаться с Ильей Энгелем из Туркменистана. А также изюминка этого турнира – женский бой весовой категории до 52 кг. Светлана Марфина из Солдограда будет биться против известной восходящей звезды Натальи Денисовой. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, пришло время перенести с нами на «Октагон». Всем приятного просмотра! В городской области Афейдин Джабаров! Афейдин Джабаров, как сказали представители Солдограда, приехал за тысячу километров в наш город. Человек очень заряженный, постоянно в своих поединках прессингует. Насколько мы смотрели его бое, это очень интересный боец. Что мы видим? Это действительно стойкость и сдержанные эмоции у бойца, как только он вступил на свою трибуну. Посмотрим, как он поведет себя в «Октагоне». Видно, что данному бойцу много лет, много спортивных лет. То, что у него на глазах действительно уже просматривается опыт, большой опыт выступлений. Походка неспешная, уверенная в себе, что говорит о том, что действительно человек заряжен на бой, готов к любому неожиданности. На самом деле, немало важно нам знать, что противостояние вроде бы по весу схоже, но разница в годах все-таки превосходит у Афейдина Джабарова. Совершенно верно. Его противник Хумаюн Исмаилов из города Самары и представитель также города Кенеля гораздо моложе своего оппонента. Будет интересно, что же вас обладает в этом поединке – опыт или молодость и напор. На самом деле, видо волнения, волнения своего тренера, как повезет себя свой падаван, не побоюсь этого слова. Это известный тренер, известный волгоградский тренер Сергей Селянкин, воспитавший немало количества замечательных бойцов, которые очень успешно выступают по спортивному микс-файту и комплексному единоборству. В углу, чемпион Приволжского федерального округа по панкратиону, боец из Самары Хумаюн Исмаилов! Приятно, что представитель из города Самары Хумаюн Исмаилов имеет уже высокое достижение. Он чемпион Приволжского федерального округа. Это уровень мастера спорта. Ну, на самом деле, тут видно в стойке парни из Самары. Про них неоднократно слышен и действительно наслышен. Только в положительных перспективах, в положительных моментах. Ну, посмотрим. Аналогично стойкая походка, уверенная в себе. Каждый боец готов порвать буквально своего оппонента. Чем интересны также профессиональные бои, в отличие от любительских? Бой начинается задолго до самого поединка. Даже процесс выхода. У каждого бойца своя музыка, свой настроенный поединок. Часто бойцы впадают в словесные перепалки уже в интернете до поединка. Соответственно, сам поединок – это самая простая часть для профессионального бойца. Андрей, есть ли у вас прогнозы по поводу первого боя? Какие они будут? Это как профессиональный взгляд. Здесь, если честно, очень сложно предугадать победителя. Потому что противники по уровню абсолютно одинаковые. Ставлю 50 на 50. Афиадзян Джаваров! Ваши аплодисменты! В красном углу Гумаюн Исмаилов! И судья в ринге – Руслан Габидуллин! Город Ешкадала! Ну, могу сказать, что Афиадзян действительно хорошая работа на камеру. Но посмотрим, как он себя покажет в этом бою. Афидин сразу занял центр октагона. Начинает прессинговать. Работает первым номером. Судьи всегда это оценивают. Но пока Хумаюн избегает прямых стычек, видимо, не хочет пропустить случайный удар. Поэтому выцеливает, заманивает противника на себя. К сожалению, пока мы видим у Афидина пустые. Пустые взмахи. Но слишком редко. Редкое попадание по корпусу или по телу своего оппонента. Да, оба противника работают на дистанции. Исходя из этого, мы совсем не видим борьбы. Сейчас пока поединок напоминает боксерский матч. Но продлится ли это, долго неизвестно. Ну, как я понимаю, самарчанин сейчас изучает и анализирует своего оппонента, говоря о том, что тут есть какая-то своя тактика. Я бы сейчас посоветовал как раз самарскому бойцу попробовать разведку в борьбе провести. Потому что в обмене может все случиться здесь. А вот моим советом как раз воспользовался Афиедин и удачно провел бросок. На самом деле, находясь в позиции снизу, Хамарин Исмаилов не должен испытывать особых проблем. Потому что он нагально обхватил противника. Это совсем не проигрышная позиция. Немножко, на мой взгляд, наверное, рефери поспешил поднять бойцов в стойку. Можно было дать возможность поработать. Но, видимо, он смотрел какую-то пассивность определенную. По правилам ММА в партере можно проводить неограниченное количество времени, если есть определенная активность. Отличные попадания. Видим, как раз вид спорта панкрецион, где часто останавливаются поединки. И привычка не работать на профессионалах. Нужно было добивать своего противника, но как раз он остановился. Так как по правилам ММА нет нокдаунов и нет отчета после падения противника. Его необходимо добивать. Видно, что бойцы уже потеряли ту сноровку, которая была у них давеча. Подустали. Но виден, виден этот прессинг. Это отчаяние побороться за свой титул. За титул победителя был очень хороший удар сейчас. Джабаров почувствовал уверенность, как он хорошо напирает удары справа, слева. Добивание, все. Рефери останавливает бой. Это нокаут, друзья, это нокаут. Поздравляем бойца из города Волгоград и его тренера Сергея Селянкина с первой победой на профессиональном турнире. Потому что сейчас медбратья оказывают первую медицинскую помощь. Надеемся, что у бойца не такие серьезные травмы. Но удары были очень схлесткими, очень решающими и очень-очень тяжелыми. На самом деле ММА вид спорта гораздо более безопасный по статистике, нежели бокс или даже баскетбол. Поэтому здесь врачи скорее просто проверили на всякий случай. Не было искресения. Видите, бойцом все в порядке. И объявление победителя. Блестящий дебют Афейдина Джабарова. Город Волгоград понимает, что у них остался и есть победитель. Отличная победа, отличный бой. К сожалению, по мне, к сожалению, первый раунд. Бойцы могли бы еще и повременить со временем. Но Афейдин понял, что нужно решать в первом раунде. Ну что ж, дамы и господа. А впереди бой номер два в категории 61,2 килограмма. Встречайте наших бойцов. Итак, в синем углу победитель Волгоградской области по комплексному единоборству. Боец из города Волгоград Сергей Волосов. Этот бой интересен тем, что весовая категория минимальная 61,2 килограмма. И в этом противостоянии будет участвовать боец из Волгограда и местный боец, представляющий команду Жилкин Fight Team Чебоксары. На самом деле, выдохновляет каждая музыка, под которую выходит боец. Она хранит в себе какой-то контекст, не просто музыка, под которую выходит. Чаще всего музыка отражает состояние бойца, который он ощущает на момент выхода. Поэтому они очень трепетно относятся к выбору музыки, точно так же, как и к творческому процессу своих тренировок. То есть подбор индивидуален. Боец вправе сам решить, под какую музыку он выходит. Соответственно, были такие моменты, когда организаторы путали музыку и ставили другую. Эти бойцы проигрывали, потому что настрой – это чуть ли не половина победы. Ну, нам всем известно, что настрой зависит еще и от публики, и от самих зрителей, кто будет смотреть этот бой. Здесь симпатии должны быть на стороне Дениса Телепорта Козлова, так как он вьется в родном городе, и его пришло поддержать большое количество друзей и знакомых. Спортсмен проходит процедуру проверки перчаток и бинтовки. Также его лицо обязательно смазывается вазелином, для того, чтобы не было лишних травм и сечек, чтобы бой не был преждевременно остановлен. Чтобы побеждал действительно сильнейший боец. Обратите внимание, Сергей, то, что Сергея Власова выходит только что победивший Афиедин Джабаров. Он только что победил, и хотел, мне кажется, передать свои победные эмоции своему партнеру. Ну, комплекция, на самом деле, приятно. Приятно осознавать от того, что как и дух сильный, так и тело. Призер открытый шарфиров по Л.А. Согласен, атлетичный парень, хорошо служил. Шантедат в мастера спорта по вольной борьбе. Боец команды Жилкин Патир. А только знаю, у Сережи 18 лет. Да, это действительно его профессиональный дебют, но стаж его выступлений очень велик. Он составляет около 10 лет. Поэтому спортсмен, на самом деле, очень опытный и давно созрел для профессиональных боев. Приятно осознавать, что молодежь сейчас считает за трендом, за неким должным образом выступить на трибунах ММА или других видов спорта. Действительно, потому что оба бойца сегодня дебютируют, это шанс их заявить о себе на всю Россию и на весь мир о том, что они готовы, готовы выступать в сильнейших промоушенных мира. И посмотрим, как сложится поединок. Считаю, что бойцы даже чем-то похожи немножечко и по телосложению друг друга. Оба заряжены и победа достанется тому, кому она больше нужна. Андрей, есть ли здесь прогнозы о этом бою? Здесь, на мой взгляд, классическое противостояние ударной техники. Это Сергей Власов и борьбы у Дениса Кознова. Чаще говорят, конечно, что преимущество смешанных единоборств у борцов. Но посмотрим, так ли это на самом деле. Самому мне лично больше нравится ударная техника. В красном Денис Козлов. Судья готов. Судья готов. Судья готов. Время. Бойцы. Бой. Начало поединка. Сразу же берет в свои руки Сергей Власов. Идет разведку через удары ногами. Лоу-кики изнутри и снаружи. Очень аккуратно, очень аккуратно работает. Вот разве скажешь, что это молодой человек всего лишь 18 лет. Никакой суеты. Внимательные, четкие удары. Я считаю, что Денису нужно как можно быстрее переводить поединок в борьбу. Очень хорошая аналитика на самом деле сейчас была у... Оп. Вот это вот. Отличный подхват ноги был. Теперь нужно Денису действительно контролировать своего противника внимательно. Идет попытка треугольника. Нет, неудачная. Бросок, да. Мы видим бросок. Правда, на троечку, скажем так, но бросок был. Немножечко есть суета. Попытка была второго броска. Денис, видимо, пытается очень быстро закончить поединок. Но спешить ему не стоит. Нужно быть очень внимательным, чтобы не попасть на болевой прием. Ведь это не кикбоксинг, а смешанное единоборство. Где возможно все. Денису стоит обойти ноги. А перейти в позицию сбоку, в сайт контроля и уже оттуда развивать атаку. Но мы видим, что Денис сейчас работает на добивание, скажем так. Нет, отбился. Удары действительно достигает очень плотными. Полностью противник перевернулся на бок. Все, остановка поединка. А вы смотрите, какие горячие эмоции. Насколько противник был заряжен, с каким облегчением он выдохнул. Друзья, второй бой, первый раунд. В первых раундах кладут противников. Радует то, что после поединка и после нокаута спортсмены подходят поддержать друг друга, проверить, все ли в порядке у них по состоянию здоровья. Не было ли на стену травмы. Мы видим в жилке на Андрея Сергеевича, как он приятно поддерживает своего бойца. Действительно, ведь победа этого спортсмена и любого спортсмена – это победа целой команды, с которой он работает. Это тренера, это диетологи. Разрабатываются специальные тактики под эти бои. Рассматриваются сильные и слабые стороны соперника. Соответственно, анализируется план, который будет делать другой тренер под тебя, учитывая план другого тренера. Исходя из этого, то есть двойные обманки идут – очень непростая работа. То есть это большая высококачественная аналитическая работа. Совершенно верно. И этим прекрасны именно профессиональные поединки. В отличие от любительских, когда неизвестно, кто выходит на тебя в октагон или в ринг, или на тотальный. Здесь каждая новая схватка, новый соперник, неизвестно, чем он занимался. В отличие от этого, профессиональные поединки бойцы уже знали как минимум за месяц до этого. И готовились друг против друга. В этот раз победа уверенно достигается Денисом Козловым. И он успешно дебютирует в ZF Promotion. Хорошо, что с Сергеем Власовым все в порядке. Он поднялся на ногах и на своих ногах покидает клетку. И тогда, мои господа, результат этого боя. За одну минуту 25 секунд победу техническим нокаутом одержал бояца из красного угла Денис Козловым. Ну что, можно сказать, действительно красавчик. Красавчик достойный этой победы. Желаем ему удачи и дальнейших спортивных достижений мы ждем.